Итак, сегодня мы будем с вами говорить про MLM индустрию и о ее безграничных возможностях. Но прежде чем я приступлю к выступлению, я хотела бы вам рассказать маленькую такую историю из своей жизни. Когда я только начинала, то мне в руки попалась книжка. Я даже сейчас, знаете, не помню название этой книги, но как раз эта книга была про MLM индустрию. Не про компанию Faberlic, а вообще про MLM индустрию. Я не забуду никогда этого состояния, что я ее прочла, знаете, с запоем. Я буквально с запоем прочитала всю историю MLM индустрии. И благодаря тому, что я это прочитала, я начала верить, что MLM индустрия это действительно перспективное будущее. И благодаря этой книге я настолько загорелась, мне настолько захотелось это рассказать всем, что я провела первое свое обучение, причем не своим консультантам. У меня их было очень мало. Я тогда только-только была в стадии практически пользования продукта. У меня еще не было никаких результатов как таковых. Но мне очень хотелось поделиться со всеми. Жалко, что сейчас не помню название этой книги. Но именно эта книга дала мне толчок. И сегодня я попробую вам рассказать часть из этого своего знания, для того, чтобы вы по-другому посмотрели вообще на MLM индустрию и поняли, что это такое. Итак, что же такое MLM? Это мульти-левел маркетинг. В переводе с английского многоуровневый маркетинг. Это система распространения товаров и услуг, связанная с особой системой вознаграждения. Другое ее название – Network Marketing, то есть сетевой маркетинг. И многие из вас слышали и отдельно и Network Marketing, и отдельно сетевой маркетинг, и отдельно MLM индустрия. Но многие почему-то до сих пор не знают этого. Вот сегодня я вам об этом говорю, чтобы вам легче было понимать, о чем вообще идет речь. Что же такое MLM индустрия? Это именно она осуществляет и успешно развивается с давних времен, а точнее с 30-х, 40-х годов, 20-го века она уже была запущена. Конечно же, в России еще этого не знали. Это было запущено в других странах, по-другому там воспринимали. А у нас мало того, что не было в России, но еще многие люди даже представления не имели, что это такое. Она завоевала прочное место вот именно с 20-го века в мировой экономике. Имея ежегодный товарооборот, тогда 167 миллиардов долларов. Уже тогда в MLM индустрии был такой миллиардный оборот. История MLM. В 1979 и начиная по 1983 год, около 5 миллионов человек избрали для себя сетевой маркетинг, как основной вид бизнеса. Многие пришли и начали это делать. На свой страх и риск, натыкаясь на какие-то ситуации, которые у них не получались. Раньше MLM индустрия практически не имела тех технологий, которые есть сейчас. Не было каталогов, не было печатного материала. Просто-напросто перепечатывалось. И даже вчера, Дарья, я вам рассказывала про фабролит, что в принципе было все на уровне, знаете как, проб и ошибок. Но в любом случае, развитие MLM индустрии именно тогда и началось. И возникло несколько сот новых MLM компаний. Конечно же, какие-то MLM компании сейчас остались, какие-то нет. Сегодня я вам не буду произносить название MLM компании, потому что их очень много, их более 100-200 тысяч. Официальных более 100, которые находятся в ассоциации прямых продаж, состоят. У каких-то оборот практически его уже нету. То есть он нулевой, у каких-то он растет и процветает. Но в любом случае, огромное количество компаний существует вообще во всем мире. Вот есть очень хорошая статистика, вот такая интересная. Для меня она важна и думаю, она вам будет полезна. Существовало вообще четыре волны MLM индустрии. Вот первая волна MLM индустрии, это с 1945 года по 1979 год. Это фаза подполья была. И вообще, знаете как, вообще MLM индустрия началась с одного человека. Фамилию не буду вам произносить, в принципе вам это ни к чему. Но была ситуация, что этого человека посадили в тюрьму. А из-за того, что у него было плохое здоровье, и ему нужно было что-то добавлять в свои продукты питания, чтобы хотя бы выдержать вот это вот, пока он сидел, он начал изобретать какие-то вещи, какие-то витамины, и он добавлял свои продукты питания. А потом он начал это продвигать, просто кто-то стал говорить, а мне тоже надо, и мне надо. И получалось, знаете, как из рук в руки передача была вот таких витаминов. То есть это начиналось вот с этого уровня, и потом переросло в очень большие масштабы. Вторая волна MLM индустрии началась с 1980 по 1989 год. Это была фаза распространения, когда было не просто потребление, а когда уже осознанно люди начали продавать продукцию. То есть MLM-компании начали развивать именно распространение. Проходило обучение специальное, как это правильно делать, различные аксессуары, значки вешались на одежду. Конечно же, профессионалами этих людей практически нельзя было назвать, кто был, знаете, как от природы подкован тем, что они могли продавать. То есть, ну, от природы дано было человеку. Те продавали на большие суммы и зарабатывали на этом деньги. Были люди, которые, ну, просто вот советовали, рекомендовали, как многие делают сейчас, до сих пор. Рекомендуют своим где-то знакомым, где-то своим близким. И за счет этого имеют баллы и небольшой доход. Ну, вот именно с 80-го года по 89-й была вторая волна, это фаза распространения. И в основном это было только продажи и только распространение. Оттуда и пошло это слово распространение. Я, конечно, это слово не очень люблю, но не буду дальше говорить, потому что распространяют определенные типы болезней. Я считаю, что продажа – это самое актуальное слово, передача из рук в руки и обмен товар на деньги. Третья волна MLM уже началась с 90-го года и по 1999 год. Это как раз была фаза массового рынка. То есть это начался захват рынка. Во-первых, разные страны. Во-вторых, действительно огромное количество людей начали приходить в MLM-индустрию, начали понимать, что это действительно дает возможность неограниченных доходов, возможность изменения своей жизни к лучшему, возможность, знаете как, быть, присутствовать в сообществе совершенно других людей, более отзывчивых, более приятных, более таких, знаете как, радушных, более грамотных, потому что именно вот в это время началось такое развитие, знаете как, профессионализации сети. То есть очень многие начали изучать именно консультанты, которые пришли в MLM-индустрию, в разные сетевые компании, они начали именно организовывать обучающие процессы в своих компаниях для того, чтобы каждый консультант перешел в разряд профессионала. Потому что если это косметическая компания, а люди пришли, например, с завода, естественно они не знали, как вообще работать с косметикой, потому что они не являлись косметологами. Точно так же многие не знали, как делать именно визаж и работать с декоративной косметикой. Да, у нас перестройка, да, 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 вы абсолютно правы, Анна. Вот как раз в это время, особенно из-за того, что вот да, и была перестройка в России, и был кризис, и не хватало денег, поэтому очень многие понимали, что, знаете как, началось именно, малый бизнес начал открываться, но открывали вот те люди, у кого были деньги, или те, которые могли взять какие-то бешеные кредиты для инвестиций в свое, ну, в покупку челночники начались, базары и многое другое. И те люди, у кого не было денег, они понимали, что есть возможность пойти в МЛМ-индустрию без дополнительных инвестиций, если даже и были инвестиции, то они были совсем маленькие, и уже создать свое детище, свой бизнес, и расти, и зарабатывать для своей семьи. Именно в это время пришла я, я пришла в 2000 году, в компании я как раз, у меня как раз вот была, я попала в кризис, и я понимала, что не хватает денежных средств моей семьи, и я как раз вот из той категории людей, которая захотела попробовать что-то новенькое. И вот четвертая волна МЛМ, это именно с 2000 года. Как раз вот в это время компания Фаберлик начала очень сильно подниматься и развиваться, и очень много вкладывать и инвестировать. Вам вчера Дарья рассказывала об этом. И именно вот эта четвертая волна, она называется универсальная фаза. То есть здесь, почему универсальная? Потому что здесь пошел процесс и потребления большого количества продукта, здесь пошел процесс и продаж, и люди, те, которые действительно профессионально производили консультационные продажи, потому что уже была возможность обучаться и становиться профессионалом своего дела. Именно эти люди, они начали профессионально продавать, и консультировать, и работать с клиентами, естественно, очень хороший быстрый доход стали получать. Точно так же пришли люди, которые в лидерской позиции начали приглашать к себе в команду и продавцов, и потребителей, и точно так же лидеров. И вот именно возможность универсальной фазы именно началась в 2000 году. И вообще, вот знаете, как есть перспектива, в последующие 20 лет, вот начиная с 2000 года, с 2000 года, а еще 20 лет не прошло, у нас еще это впереди, это мы как раз находимся в этой фазе и в стремительном развитии, вот в последующие 20 лет придет настоящий бум МЛМ. Это не я придумала, это подтверждено в докладе аналитического управления Совета Российской Федерации вызовы 21 века и экономическое развитие России. Даже благодаря этому вообще вот пониманию, что МЛМ-индустрия это очень хорошая перспектива для многих как рабочие места и для именно развития страны инвестиций в страну, потому что сейчас каждый лидер, крупный лидер МЛМ-индустрии платит большое количество налогов, а это пополнение бюджета страны, это очень хороший момент, потому что именно тогда было принято решение взять и сделать сетевой маркетинг как официальный, официальный труд, менеджер сетевого маркетинга и внесли в реестр компании обязательно будет, да, конечно, будет запись чуть попозже, не сегодня, конечно же. Так вот, именно тогда внесли в реестр МЛМ-индустрию и очень многие стали больше в это верить. И вот как там было написано, примерно к 2015-2020 годам на смену нынешней экономики построенной на опосредованных отношениях придет сетевая экономика, в большей степени отвечающая человеческим устремлениям. Это говорит о государственном признании сетевого маркетинга как одного из серьезнейших отраслей экономики не только в нашей стране, но и в мировой экономике в целом. И вы сами уже видели, что очень многие магазины, супермаркеты начинают переходить именно в принцип сетевого бизнеса. Там, конечно, не в полной мере сетевой МЛМ-индустрия, но в любом случае по принципу сетевого бизнеса они понимают, что можно развиваться гораздо стремительнее и больше. И вот эти факты, они, конечно же, необходимо знать для себя, чтобы понимать и рассказывать людям. Сейчас я вам расскажу историю не только сетевого маркетинга, не только в России, но вообще общую, но и обязательно коснусь именно России. Вот смотрите, когда только начинался МЛМ-индустрия, то в ассортименте сетевиков оказались самые разнообразные товары и услуги. Это была продажа из страховых полисов. Вы многие знаете, что это действительно к вам приходили, предлагали именно застраховаться. До сих пор многие люди работают в страховых компаниях и продвигают. Но больше страховые полисы сейчас перешли с сетевого маркетинга в принцип сетевого, но это не МЛМ-индустрия. Предметы бытовой химии, пластиковые карты, украшения, посуда, компьютеры, пылесосы, даже мини-тракторы и многое-многое другое пробовалось продвигаться через МЛМ-индустрию. Вот смотрите, я была поражена, это действительно я в той книге прочитала, и до сих пор я это помню, что сетевой маркетинг стали использовать и крупнейшие компании, такие как Ford, и сейчас мы знаем машины Ford, и они работают просто очень крупные, колгейт, мастер-карт, канон, липтон, кока-кола, тойота, и многие другие флагманы бизнеса, которые мы сейчас знаем, насколько они высоко поднялись, и насколько они действительно заняли мировой рынок, но просто ушли от сетевой индустрии. Но в любом случае, когда люди, кто-то говорит, ой, сетевой маркетинг, это пирамида, это там, тра-та-та и тому подобное, о том, о чем вы смотрели видео, то это, конечно же, просто мифы, и просто люди, вероятнее всего, не знают этих фактов, об этих фактах необходимо говорить, потому что MLM индустрия, это гораздо больше, чем просто прийти и срубить деньги, это гораздо больше, чем просто прийти, что-то сделать вначале, и потом лежать, как говорил Гондопас, и на вас будут сыпаться деньги. Нет, это нормальный, серьезный труд, и на сколько вы поработаете, столько вы и заработаете. Но обороты сетевых компаний, они растут ежегодно на 20-30%, это совсем чуть-чуть написано 20-30%. Например, наша компания Фаберлик в прошлом году приросла плюс 65% в общем, в среднем, по всем странам. А некоторые страны у нас, именно Фаберлик, приросли намного больше. Я знаю, что, например, Украина приросла на 110%, только за прошлый год. Например, Кавказ приросла на 220%, поэтому вообще MLM-индустрия, она там, где она была, например, в маленьком масштабе, она сейчас особенно сильно развивается, и сейчас есть такой шанс работать в любой стране и в любом месте, где бы вы ни находились. И для этого, конечно же, наш проект, именно Фаберлик Проджик, как интернет-проект, может очень много дать для вас. Так вот, в этой индустрии задействовано более 96,2 миллионов человек. Сейчас намного больше. Только в 2001 году было 11 миллионов человек. А у нас в компании уже сейчас более 5 миллионов человек, намного больше. Я даже боюсь, что я сейчас сказала ту цифру, которая уже давно ушла, потому что у нас каждый день, каждую минуту, каждую секунду приходят люди в компанию Фаберлик. Поэтому цифры в настоящую минуту мне даже сложно сказать, а представляете, это не только Фаберлик, а и другие MLM-индустрии. Если по всем компаниям собрать то количество людей, которые просто принимают решения, как, знаете, как, кто-то осознанно приходит, а кто-то на свой страх и риск говорит, а дай-ка я попробую. И начинает пробовать и начинает расти, развиваться и достигать высоких результатов. Поэтому это право у каждого. Вот смотрите, к началу 21 века в мире уже было более трех тысяч компаний сетевого маркетинга. Более трех. Из них две тысячи компаний начали свой бизнес только в США. Но не только в США есть MLM-компании, а есть огромное количество, вообще огромное количество, вообще цифр. Я просто, когда готовилась к этой теме, я понимала, как бы сократить для вас хотя бы максимально, дать ту информацию, вот сокращенную, которая действительно хотя бы хоть немножко уложится в вашей голове, потому что цифр огромное количество по MLM-индустрии. Но есть вот такие факты. Смотрите, в настоящее время сетевой маркетинг процветает в 125 странах всех континентов. И страны новые начинают открываться одна за другой. Но это, вот, представляете, по всему континенту. Эта индустрия имеет годовой оборот более 178,5 миллиардов долларов. В 2001 году, только за тот год, 2001, когда начался бешеный бум и рост, как раз вот стартовала, вот все MLM-компании просто взорвались ростом, только за тот год было 98 миллиардов долларов. И эта цифра постоянно растет. И ее, пока вот нету определенной статистики по этому году, я вот прям искала найти статистику, но по 2017, еще не подведен итог. По 2016, совершенно небольшие цифры, ну как вот, цифры, в которых я не совсем уверена, потому что пока не подведены итоги. Далее, о сверхприбыльных доходах участников MLM свидетельствует тот факт, что сотни тысяч человек в мире стали миллионерами, работая в системе MLM. И это действительно подтвержденный факт. Кто-то остался и стал продвигать дальше, развивать в сетевой компании. Кто-то стал миллионером и начал создавать какие-то свои предприятия, благодаря этим заработкам, то есть свою историю успеха начали создавать. Кто-то начал создавать свои MLM-компании. Таких результатов огромное количество и огромное количество примеров. Просто невозможно привести все фамилии и цифры. История MLM является одной из самых быстро развивающихся экономических систем мира. Это действительно самая продуктивно и эффективно развивающаяся система мира. Потому что, знаете как, и каждый, каждый консультант, он заинтересован в росте и в развитии самого себя. То есть здесь сила мотивации внутренняя и сила мотивации внешняя по подаркам от компании, от компании по возможности получения дохода, она настолько увеличивается. Представляете, каждый, вот такое количество людей и каждый заинтересован в своем развитии. Что не скажешь, это в линейном бизнесе или на заводе. Потому что большая часть людей, конечно же, в линейном бизнесе или на предприятиях, у них задача прийти на работу. Не у всех, я не скажу, конечно же, но большинства, приходя на работу, выполнить свой положенный труд от и до, как говорил Борис Маркович Островский, мне нравится эта фраза, от забора до обеда, выполнить, прийти и забыть и просто получить ту зарплату, которая положенная, которую увеличить очень сложно. Я в свое время сама работала на заводе и я понимала, чтобы увеличить доход даже там, на заводе, мне не пришлось женщине перейти на сделку вместе с мужчинами. Но даже как бы я не увеличивала и не улучшала эффективность своего труда, все равно превысить планку большую дохода, заработка невозможно было. Хотя на тот момент я зарабатывала больше, чем многие мужчины вместе со мной, которые работали на заводе. Но в данной ситуации я понимала, что нужно создавать или свой завод, но у меня не было инвестиций или свой бизнес, что и попробовали мы с семьей. Но понимая, что работая в бизнесе с семьей, это тоже немножко другой момент, потому что очень много инвестиций. Я немножко отклонения сделала в сторону для того, чтобы вы понимали. Потому что почему быстро развивающийся? Потому что каждый, каждый, кто приходит, я не говорю про тех людей, которые пришли пользоваться. и то, если они с удовольствием потребляют большое количество продукта, то они тоже заинтересованы в изменении, может быть, состояния своего лица, или состояния своих волос, или дома, или еще чего-то. То есть у каждого сила мотивации гораздо выше, чем у тех людей, которые работают на хозяина или на предприятие. Только в США 20% долларовых миллионеров сделали свое состояние за счет сетевого маркетинга. И это неоспоримый факт, и этих людей многие знают, если дополнительную информацию вы захотите узнать, ее можно узнать и как на нашем сайте, но точно так же и на моем блоге, и вообще в интернете эту информацию можно вытащить и поймать. Для России первой сетевой компании в 89-м году стал всем известный Гербалайф. И он ворвался в нашу жизнь вот так вот стремительно, и естественно были какие-то плюсы, и было много минусов от дистрибьюторов из-за того, что не было профессионального подхода, из-за того, что не было профессионального обучения, и соответственно получилось так, что кто-то действительно успел быстро, стремительно заработать деньги, а кто-то и конечно же больше попробовал, но ничего не получил. Но благодаря, мы с одной стороны должны сказать огромное спасибо компании Гербалайф, что они пришли в Россию и заинтересовали людей, чтобы, ну вот другие сетевые компании, чтобы они пришли к нам, потому что это была одна единственная и первая компания, и мы должны благодарить их, потому что иначе мы бы сейчас бы не были здесь, и не было бы наверное нашего Алексея Геннадьевича Нечаева, он бы создал бы наверное что-то линейное, не создал бы нашу компанию, в которой мы развиваемся с вами. Но с другой стороны и опыт именно работы консультантов из компании Гербалайф, он действительно на долгие годы оставил след в душах людей, ну неправильный просто подход. Я не хочу обвинять консультантов или саму компанию, они были первооткрывателями и конечно же в каких-то моментах наломали дров. И естественно многие до сих пор воспринимают вот таких энергичных хочешь похудеть спроси меня со значками и с навязыванием продукта. И многие люди конечно же до сих пор воспринимают, что сетевой маркетинг и MLM индустрия она такая же как и была тогда в 89 году. И именно от вашего профессионализма и правильного грамотного подхода клиентам, консультантам от грамотного объяснения что такое компания Фаберлик, что такое продукт, чем он уникальен в компании Фаберлик, от грамотного объяснения что такое MLM вот, ну да, спасибо Галина, что вы признались, да, действительно. Так вот, именно от вас, от того, как вы это будете делать и о чем вы будете говорить с людьми и какие факты вы будете приводить, будет зависеть человек действительно поверит в MLM индустрию или нет. Он действительно поверит в вас, что с вами, даже если вы простой маленький консультант и только начинающий, но вы, то, что вы очень жгуче желаете и хотите грамотно, профессионально и самое важное по-честному строить свой бизнес. Вот этот факт нужно обязательно говорить, обязательно нужно изучать именно вот эти направления работы MLM-индустрии и вообще историю и факты. И тогда, говоря, рассказывая людям об этом, вы поймете, насколько люди начнут менять свое мнение, потому что действительно у многих еще остались мифы, вот эти вот воспоминания, по-другому не скажешь, как дурацкие, и они до сих пор живут в этих мифах. Но еще есть и другой момент. В то время было сложнее приглашать людей, почему? Потому что там была, знаете, как возрастная категория определенных людей, которым молоком матери прививалось, что продавать это стыдно, что продажи это вплоть чуть ли не проституция, что действительно, что люди, которые занимаются продажами, это вообще ужасно и все остальное, ну и многое-многое другое. Такое количество возражений, огромное количество, сегодня о них говорить не буду. И в то время была именно вот эта возрастная категория людей, которым мы предлагали сетевой бизнес. Сейчас выросло уже, подросли те маленькие детки, которые были в то время, сейчас они взрослые, сейчас они молодые, они перспективные, и беседуя с этими людьми, не нужно объяснять, что это MLM, что это страшно, достаточно показать перспективы роста, и тогда вы увидите, что в принципе, если вы грамотно показываете цифры, доходы и показатели по компании, по MLM индустрии, человек очень быстро соглашается. Поэтому посмотрите, кому вы предлагаете, и кому вы предлагаете, очень важно понять, одним предлагать одно, а другим предлагать другое. Вот именно вот тогда и явилась точка отсчета первого этапа развития MLM в индустрии в России. Давайте посмотрим еще некоторые показатели, которые, думаю, вам будут интересны. Именно поговорим сегодня о цифрах. Объемы продаж MLM в индустрии в разных странах. Естественно, все страны я разместить не смогла, это я бы вас замучила, но посмотрите, только в Японии более двух миллионов дистрибьюторов, у нас называется консультант, реализуют продукцию на сумму 24,5 миллиарда долларов в год в Японии, в Малайзии на 465 миллиардов долларов реализуют продукции, на Тайване свыше двух миллионов специалистов, именно специалистов, потому что их подготавливают, профессионализируют и специально объясняют, как это грамотно работать. В MLM довели объем продаж до 1,2 миллиардов долларов США. Тайвань очень маленький, представляете, какое количество там продается продукта, когда мне кто-то говорит, у нас все уже в компании Фаберлик, то это значит, человек ничего не делает, потому что если уж там на маленькой таком территории такие объемы, что уж говорить о нашей России или Казахстане или Украине, там огромные территории. В Германии 2,557 миллиардов долларов продано объем продаж, в Италии около 2 миллиардов, во Франции 2,88 миллиардов в год продается, в Испании на сумму свыше 500 миллионов в год, в Австрии достиг 200 миллионов в год, в Швейцарии составляет 200 миллионов, в Австралии превысил 1,2 миллиарда в год, в Южной Корее достиг 4,62 миллиарда, в Аргентине годовой объем продав, продаж свыше миллиарда долларов, и огромное количество стран, где сетевой маркетинг в нормальном состоянии, где его нормально воспринимают и наоборот уважают, потому что для клиентов это намного выгоднее, это получается возможность именно получить грамотную и профессиональную консультацию от консультанта, это действительно не нужно ходить по магазинам и искать какой-то более выгодной стоимости или консультацию, к вам придут в то место, куда удобно, чем и уникален сетевой маркетинг, что клиенты могут сидя дома, сидя на работе, получить продукт высокого качества по более низкой цене и именно профессиональную консультацию от вас, от консультантов, поэтому именно в других странах ценят это, и от вас, мои дорогие, зависит, насколько грамотно вы начнете продвигать свой бизнес, потому что MLM, а вообще какие задачи она решает, снижение стоимости товара, потому что на самом деле мы об этом уже с вами говорили, что продукт идет от производителя консультанта и от консультанта уже клиенту, и соответственно стоимость уменьшается, ускоренный процесс доставки товара, то есть не нужно куда-то возить, мы получаем в своем городе, это нам доставляет компания, не нужно платить за перевозку, мы оплачиваем совершенно маленький ресурс за перевозку, доставку нам и естественно клиентам, уменьшается вероятность подделки товара, потому что вот например то, что компания Фаберлик производит сама продукта, естественно компания Фаберлик отвечает за качество продукта, и любая MLM компания отвечает за качество того продукта, который продает, если конечно они перепродают, там немножко сложнее, нам больше повезло, потому что мы продаем продукт свой, тот, который произведен и разработан компанией Фаберлик, об этом вчера Дарья говорила, уменьшает вероятность, а, возможность начать свой бизнес, это я вам говорила выше, то есть не нужно больших инвестиций, не нужно большого ума или умения, вообще опыта в MLM индустрии, достаточно просто жгучее желание, обязательно обучение, обязательно применение тех, того уровня знаний, которые предоставляют компании или ваши наставники, признание и поощрение, не знаете как, ни на одном предприятии я не знаю такого уровня признания и поощрения, как в MLM индустрии, это действительно здесь и высокие подарки, и дорогие подарки, это действительно радость за то, что вы выросли, знаете как, я бы так сказала, что на предприятии навряд ли ваш наставник будет радоваться, что вы его переплюнули и достигли высших результатов, почему, потому что если вы работаете лучше, чем мастер, например, вашего цеха или начальник цеха, то начальника цеха могут убрать и поставить вас, в сетевом маркетинге такого нету, вашего наставника не уберут, вы просто вместе с ним двигаетесь, вы можете его перерасти по количеству объема продаж, по количеству квалификаций, вы можете вырасти вперед, чем ваш наставник никто не запрещает, но ваш наставник точно будет радоваться за ваши успехи, потому что каждый наставник кровно заинтересован в вашем росте, и действительно УР и компания заинтересованы в вашем росте, поэтому уровень признания и поощрения очень высок именно в МЛМ индустрии. Знаете так, иногда бывают, люди приходят в МЛМ только потому, что в их жизни чего-то не хватало, и именно вот здесь, почувствовав себя совершенно другим человеком, понимая, что его уважают, что его ценят, что ему дает возможность измениться, и человек меняется, и он это видит, как он сам изменяется, семья это видит, как он растет, как он изменяется внешне, как он изменяется внутренне, и поэтому очень многие приходят даже не на доход в МЛМ индустрию, а именно вот на это, на признание и на поощрение. Точно так же очень многие приходят на возможность ускорения профессионализации себя, потому что здесь не нужно более углубленных знаний, за это все отвечает компания, они сами производят продукт, вам достаточно понимать, как работает продукт, понимать, как этот продукт можно применить, и за счет этого получается, что здесь можно и получить дополнительный уровень знаний и в косметологии, и стать визажистом, и стать маркетологом, я, например, за всю деятельность компании Фаберлик первое время больше обучалась, то есть я буквально, я не знаю, очень большое количество, более, наверное, 100 тренингов, намного более, наверное, более 200 тренингов, которые я прошла, для того, чтобы действительно стать профессионалом в MLM индустрии, и у вас, у каждого есть такая возможность стать профессионалом, и не нужно платить за это бешеные деньги, очень много информации есть бесплатно от ваших наставников и от компаний. Точно так же есть возможность личностного роста, то есть больше веры в себя, понимания, что вы становитесь совершенно другим человеком, и на это тоже нужно приглашать в MLM индустрии, и понимать, что эта категория людей может прийти к вам. Вы знаете, в моей структуре, на моем опыте был человек, которая жила с мужчиной, с мужем, который зарабатывал очень большие деньги, она практически была в золотой клетке, я бы так назвала, потому что он не хотел, чтобы она работала, и он обеспечивал полностью всю семью, а ей не хватало вот этого состояния, ну вот, вот где-то с кем-то поговорить, почувствовать, что она совсем другой человек, и она пришла в MLM индустрию, ко мне в структуру, не ради денег, а ради вот этого признания, ради вот этих каких-то радостей, что ей дарят какой-то подарок за то, что она чего-то добилась, и где-то изменилась, и она очень благодарна, действительно, мне на протяжении всей жизни, она не достигла больших результатов, но она всегда активный пользователь, и благодарный тот человек, который сказала, говорит, благодаря сетевому маркетингу, я стала понимать, что я неправильно делаю в этой жизни, и поэтому вот такие люди могут к вам прийти, и об этом нужно говорить. MLM – это возможность самостоятельного выбора компаний для сотрудничества, это прекрасный момент, если вы, например, у вас есть корочка, вы закончили какое-то образование, и получили какую-то корочку, или высшее образование, средне-техническое, то вы уже не можете выбрать, например, если вы продавец, то вы уже не можете пойти на завод, на станки, а в этой ситуации, что, когда вы выбираете компанию, не обязательно быть профессионалом в этой деятельности, вы можете выбрать действительно ту компанию, а вы уже выбрали, но об этом нужно говорить людям, что человек может выбор сделать, у него есть выбор именно той компании, той команды, с которой он хочет сотрудничать, он, даже если он в другой MLM-компании, и понимает, что там у него, ну, сейчас в трудные времена что-то не так, он может просто прийти в эту, в нашу команду, в нашу компанию, и достигнуть больших результатов, потому что, вот вам скажу еще такую новость, у нас Фаберлик был человек очень высокого ранга, я ее очень любила, очень уважала, это действительно уникальнейший человек и профессионал, простите, коллеги, сейчас, но так случились истечения обстоятельств и жизненные ситуации произошли, что этот человек по-честному признался компанией, что она уходит в другую компанию, и она ушла, мне было очень жалко, я думала, ну как так, ну почему, и вот буквально недавно мы узнали, что она вернулась, и причем вернулась с таким счастьем и сказала, вы знаете, мне нужно было туда сходить, для того, чтобы понять, насколько вы для меня дороги, и насколько Фаберлик отличается от многих тех людей, тех сетевиков, которые, и то, что я получала здесь, и поэтому я с гордостью говорю всем, что я, да, я была там, но это был опыт, это был такой опыт, который дал мне возможность еще понять, что здесь мне намного лучше, и что здесь я могу добиться большего, и мы прямо вот все счастливы, именно, что этот человек пришел к нам, не потому, что он не в моей структуре, но я просто понимаю, какие она шикарные тренинги давала, и действительно есть возможность их посетить, и мы действительно можем попасть к ней, то есть это это хороший, знаете, такой понимающий факт, что даже люди такого масштаба, не буду говорить любовь, фамилию, это некорректно, потому что это видео будет в интернете, но крупные лидеры и директора знают, кто это вернулся, и мы счастливы, что она пришла, мы прямо вот, прямо, прямо счастливы безумно, потому что действительно в нашем полку прибыло удивительного и грамотного, и профессионального человека, и именно сетевой маркетинг это вот именно такая перспектива выбора, и именно компания Фабролик предлагает такой выбор, поэтому говорите об этом обязательно, точно так же MLM это неограниченные возможности деятельности как территориально, так и в количестве людей, то есть вы можете приглашать огромное количество людей, свои команды, и никто вас ограничивать не будет, ну, если, например, да, конечно, есть в MLM индустрии, есть определенные маркетинг планы, но об этом я сегодня говорить не буду, это у меня есть другое видео, найдите его, где я давала разновидности маркетинг планов и сетевых компаний, но в любом случае, вот сейчас особенно, век технологий, век интернета, сейчас есть уникальная возможность сидя дома с ребенком, есть возможность, даже если, предположим, человек с ограниченными возможностями физическими, он может просто в интернете строить бизнес и зарабатывать деньги, никто не возбраняет, а от того, что сейчас компания Faberlic шагает семимильными шагами по разным странам, то территории могут заниматься в любой стране, поэтому у каждого есть возможность расти, развиваться и уже к 2020 году стать совершенно другим лидером, потому что тот темп, который был в истории до того, в самом начале MLM-индустрии, тот темп был более такой, знаете, как медленный, а потом набирал обороты, и вот сейчас именно век такой и то время, когда можно просто взлететь, потому что все факторы просто, знаете как, дают возможность и добавляют вам сил, и добавляют вам ресурсов для взлета и высоких результатов в MLM-индустрии.